Локомотив любители. Открыли игры очередного круга. Обе команды представители второго дивизиона. При этом локомотив по очкам лидирует, имея в своей копилке 4 победы и 16 забитых мячей. Любители аутсайдеры чемпионата. В графе выигрышей красуется круглый ноль. Впрочем, теперь там появится единица. Победа все же состоялась. Максим Сенебрюхов как мог защищал ворота железнодорожников. Однако соперники нащупали слабые места и смогли забить за матч сразу пять голов, благодаря в том числе Резвану Гинджалиеву. Он стал лучшим игроком поединка. Лучший урок матча. Мы выиграли 5-0. Матч был важный, чтобы выиграть. И мы смогли собрать за благодаря ребятам. Я смог забить четыре гола и стал лучшим игроком. Если анализируя сегодняшнюю игру, что не получилось у команды? Настрой. Настроились на игру. Видать плохо. Большинство игроков тоже не приехали. С основного нового состава. Надеемся, что в следующих играх мы будем только побеждать и побеждать. Ротор по Волжье НЛД. В турнирной таблице разместились между локомотивом и любителями. Уверенно проигрывая встречу за встречей, отличаясь с количеством пропущенных мячей. На счету каждой команды их более 30. Теперь их количество еще подросло. Соперники обменялись голами и завершили поединок в ничью. А ведь все могло быть иначе. Сгрустнули оранжевые. Считаю, что победы их лишил судья. Очень плохое судейство. Два пенальти чистых. Все видели, один судья не видел. Дело отнюдь не в судействе, уверены Бирюзовые. Взаимодействие игроков на поле могло быть и лучше. Замечание не в адрес соперника. Скорее, для самих себя. Просто много мы моментов не реализовали. В первом тайме четыре стопроцентных момента не забили. Забили только один гол. Во втором тайме увеличили отрыв. И дальше почему-то подсели. Перестали забивать свои моменты. Сами виноваты, что сыграли в ничью. За ноль ввели. Два-два сыграли. Дали команды бой. Поиграли. Погода такая тяжелая. Так что все. Нормально. Команде соперников спасибо. Друг матча ротора НЛД признан Ислямов Бигдидар. Команда НЛД. Крабло хорошее. Тоже. Мы хотели выиграть, конечно, но не получилось. Но ничего страшного. Следующую игру приедем, выиграем. Команде Кантри на Швисткульт. Привет! Команде против наш? Привет! Орел и Кантри – представители сильнейших команд чемпионата. Храбалинцы обошли всех по числу забитых голов, всего таковых 40. 41-й ждать себя не заставил. Мяч ворота красно-белых влетел уже на первых минутах встречи. Однако Орел расправил крылья и вскоре забил ответный гол. После перерыва знаменские футболисты еще поднажали и смогли увеличить свое преимущество. Было немало интересных атак, которые вполне могли завершиться голами и пронести командам заветные очки. Каждая теперь на вес золота. Однако ни одного мяча в воротах больше не побывало. Белые слегка приуныли, но духом не пали. Сыграли очень хорошо. Я считаю, наша команда справилась. Обычно Кантри забивает очень много голов. Ну, это уже сказывается все-таки длительность сезона. У нас же не только здесь игры, мы еще играем в своем районе. Поэтому сказывается количество игр. Дальше команда настраивается, нацеливается? Только на призовые места, это однозначно. Такой настрой? И так и будет. И так и будет. Вы верите в победу? Конечно. Впредь теперь только победы. Такой настрой и у команды «Орел», подаривший матч у лучшего игрока Дамира Киясова. Игрок матча призван Киясову на мент. Спасибо. Отличный его. Поздравляю. Мы завладели преимуществом сразу с первых минут и по глупой ошибке просто пропустили гол. За исключением этого гола около наших ворот ничего создано не было. То есть команда против нас играла хорошая. Высокого класса были футболисты, но мы были объективно сильнее и просто не хватило реализации моментов. Поэтому счет всего лишь 2-1. То есть в будущем мы увидим еще больше голов от вашей команды? В будущем мы будем только прибавлять и стремиться забрать золото. Команде «Легион» наш и скорость. Привет. Команде «Скорость» наш. Привет. Скорость и «Легион» обменялись крепкими рукопожатиями и вступили в крепкое соперничество. В первом периоде взятия ворот прошли безуспешно, а вот вторая половина игры заставила стороны изрядно поволноваться. Легион размочил счет, но радость была недолгой. Скорость забила в ответ. Черно-белые поднажали и ушли в хороший отрыв. Забил сразу два мяча. Однако сохранить преимущество не сумели. Синие соперников догнали. И все же «Легион» был лучшим, отметили болельщики и судья матча. Скорость «Знаменск» и «Легион» город Ахтубинск. В игре отметился голом и признан лучшим игроком «Легунов» Александр. Команда «Легион». Спасибо. Чуть не повезло. Думаю, в скором увеличим темп и все будет хорошо. Недавно же день дружбы был, поэтому дружеский футбол сыграли сегодня. 3-3. Но «Легион» мог выиграть? Мог. Мог проиграть. Поэтому все закономерно. Фаворитом чемпионата является команда «База». Десять игр принесли ей девять побед и всего один проигрыш. «База» пропустила меньше всех голов и в сумме набрала больше всех очков. «Лиитс» на четвертой позиции. Небесно-синим есть к чему стремиться. Вот и в этой встрече футболисты мастерски забили два гола в ворота зеленых. «Лиитс» уверенно вышел вперед, однако точку в матче поставил пенальти. 2-2 и первая ничья в копилке команды «База». Да, так получилось, что спаслись на последней секунде, но, мне кажется, и соперники понимали, что у нас было много моментов, должны были просто того ничего забивать. Они в свой момент забили, маки это нет, но удалось отыграться». «Лучшим игроком матча «База» «Лиитс» признан Курбанов Рамазан». «Должны были выиграть, им повезло. Это футбол. Ошиблись, нам забили и сравняли в конце. Так получилось». «Какое настроение на следующие игры?» «Всегда должны позитивно готовиться. Настроение всегда должно быть, а так в данный момент нет настроения, из-за того, что сыграли ничью». Как бы там ни было, побеждает футбол. Удачи желаем всем игрокам и ждем следующие выходные. Татьяна Фомина, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.